Популяризации трехмерных мультфильмов и упрощению процесса анимации мы сегодня во многом обязаны студии Pixar. И, как ни странно, Стиву Джобсу, который, поверив в этих ребят и в их самый отчаянный момент, вложил в них довольно приличные деньги. Основатели Pixar — это выходцы Lucas Films. И в то время как создатель «Звездных войн» Джордж Лукас хотел использовать графику только для создания киноэффектов, некоторые его коллеги, в числе которых был и нынешний президент Pixar Эд Кэтмел, видели в ней гораздо больший потенциал и оказались правы. Причина, по которой трехмерная анимация вытесняет рисованную, в ее более практичном применении. Больше не нужно прорисовывать 24 кадра, чтобы получить одну секунду мультфильма. Достаточно взять готовую марионетку и сменить положение ее суставов. Однако из-за того, что многие студии стремятся к полной реалистичности, аниматорам приходится работать со все большим количеством регуляторов, чтобы изменить какую-то отдельную деталь персонажа. К примеру, в картине «Как приручить дракона 2», чтобы оживить дракона без зубика, приходилось манипулировать шестью тысячами регуляторов. Если сравнить анимацию с игровым кино, то мы выполняем роль актеров, потому что мы ищем исходные материалы в сети или записываем их в актерской комнате. Затем импортируем в программы и используем в качестве основы для анимации. Мы пытаемся передать характерные для персонажа черты, придумываем, как они ходят, говорят и двигаются. Одна из дополнительных сложностей при анимировании персонажей — это сопутствующие атрибуты. Такие как одежда, волосы, предметы в руках. Их нужно проделывать вручную. Как правило, этим занимаются сотрудники отдела по эффектам персонажа. Похожая задача и у художников по спецэффектам. Правда, они отвечают не за отдельного героя, а за всю сцену целиком. Спектр нашей работы очень обширен. Это и следы на полу, и листья, летящие по воздуху, и огонь, и дым, и так далее. Мы создаем эффекты, над которыми в игровом кино вы даже не задумываетесь. Также, если персонажи визуально изменяются в кадре, мы придумываем, как это будет выглядеть. Если в рисованной анимации толпу на заднем фоне можно более или менее оставить неподвижной, то в трехмерном мультфильме такая массовка бросится в глаза. Но анимировать еще и каждого фонового персонажа по отдельности — явная трата времени и ресурсов. Мы создаем парочку ключевых движений и присваиваем их группе персонажей, задача которых — ходить, открывать рот, покупать хот-доги и так далее. Все, что нужно для конкретной сцены. Потом мы берем все эти действия и присоединяем к мозговому центру, который решает, когда и какие действия предпринимать. В итоге все выглядит так, будто массовка живет собственной жизнью. Даже трехмерные мультфильмы не обходятся без рисунков. Все с той же целью экономии на последних стадиях продакшена за дело берутся художники рисованного окружения. Их задача — дорисовать ту часть фона, которая находится за пределами трехмерной сцены. Причем сделать это так ловко, чтобы зритель ничего не заподозрил. На этой стадии происходит озвучивание персонажей профессиональными актерами. Актеры не просто дарят персонажам свои голоса. Их личностные качества также влияют на то, как анимируются персонажи. Остался один немаловажный штрих, прежде чем мультфильм перейдет к финальной стадии. Это правильно выставить свет в кадре. Об этом сразу не задумываешься, но благодаря свету сцена может заиграть новыми красками. При правильном освещении создается не только глубина кадра, но и передается атмосфера. Становятся видимыми или наоборот уходят в тень те элементы, которые способствуют развитию сюжета. Мы берем готовые движения камеры, модели персонажей с текстурами, финальную анимацию и с помощью компьютерного света создаем световую карту, чтобы все выглядело как надо. Мы всегда ищем способы внести с помощью света больше эмоций, чтобы создать сцены, которые смогут передать историю. На последней стадии создания трехмерного мультфильма устраняются все недочеты, подчищаются и удаляются все погрешности, которые могли случайно появиться при переходе материала из одного отдела в другой. Прежде чем трехмерный мультфильм наконец будет закончен, композиторы пишут саундтрек, а потом проводится основательная работа со звуком, после чего нас всех приглашают в кинотеатры. Слышите? Пойдем проверим, что они натворили в этот раз. Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал за кулисами творчества. Здесь ты всегда можешь быть самим собой.